Представьте себе, P равно 1,2, и 10 гербов мы хотим получить. 1,19,2 это 2, 4 и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до 2,10, то есть до 1024. А это, между прочим, как легко понять, давайте к этой сумме, если прибавим 2, вот еще, коверим, то будет здесь 4 плюс 4, то есть 8 плюс 8 будет 16 и так далее, это получается 2048 минус 2. Оказывается, в среднем 2046 бросков надо сделать, если хочешь дождаться 10 подряд гербов. Между прочим, 2046 бросков это не так много, но я хочу это доказать проще, чем только что нам рассказывали, потому что составлять систему 10 уравнений я не хочу. Давайте вернемся к задаче ПРОВА 2.2, и без систем уравнений, ее решили. Как вы там обозначали необходимое количество бросков? A, B, C. Нет, это для трех. T. T это среднее количество бросков, которые нужны для того, чтобы подряд выпили 2,2, да? Господа, А вот я сейчас напишу очень простое уравнение, не буду вводить больше никакие другие объединения. Дело в том, что задачу о получении одного герба мы уже решали. Сколько в среднем надо сделать бросков, чтобы получить герб? 1, B. 1, B. 1, B. 1, B. 1, B. На этом все закончится. А с вероятностью Ку выпадет решка, и надо будет кидать заново. Аж лишь кидать заново. Это значит сделать еще Т бросков в среднем. Все, получилось разное. Давайте теперь его урешим. Это легко. Т это 1, B, T. B плюс U, когда раскрываешь, что где-то будет единица, плюс единица, плюс QT. Т минус QT это 1, B, T плюс 1. Ну, значит, P, T это 1, B, T плюс 1. Значит, T это единица разделить на квадрат, единица делить на квадрат. Победа? Замечательно. Ну, а теперь давайте ровно, вот этим же образом, решим задачу вот эту. Только без всяких ОБЦ. А это среднее количество бросков, необходимое, чтобы получить три герба подряд. Какое будет уравнение? А. А равно. А равно. 1, B. Да. Плюс. Плюс. 1, B. 1, B. 1, B. 1, B. 1, B. Что сделает? И мы сделали в среднем столько бросков, чтобы получить два герба подряд. Плюс? Плюс P. Плюс P. Потому что с вероятностью P еще один бросок все заканчивает. Плюс Q умножить на. Ну, по сути, все. 1 плюс A. Правда? Правда. Получилось уравнение? Замечательно. Что дальше делаем? Раскрываем скобки. P плюс Q опять нам дает единицу. И у нас получается такое уравнение. А это 1, B, плюс 1, B квадратная, плюс 1, B квадратная, плюс 1, B квадратная. А делим на P, и получаем ответ. Понятно, что дальше будет так же. И значит, действительно, N гербов подряд, это вот такая замечательная штука. 1, B, плюс 1, B квадратная, и так далее, плюс единица, делить на P степень N.